Улицу Матросова в Тараклее не ремонтировали со времен Советского Союза. Местные жители говорят, что по такой дороге сложно было пройти даже пешеходам, не говоря уже и о движении транспорта. И лишь недавно по инициативе примара Вячеслава Лупова здесь стартовали ремонтные работы, которые планируют завершить за два месяца. Разбитая дорога, где сплошь ямы да выбоины, засыпанные щебенкой. Так выглядела улица Матросова. До начавшегося ремонта по ней до сих пор невозможно было ни пройти, ни проехать, рассказывают местные жители. И подчеркивают, что так она выглядела долгие годы еще со времен Советского Союза. Люди со слезами на глазах смотрели на то, как преображается участок дороги в их родном городе. Ямы большие, машины, грязь очень большая, детям очень тяжело было ходить в школу. Часть дороги может быть чуть лучше была, но вниз, когда идет, там ужас, очень большие. Прямо до оврагов образовывалось. Мы ездили вот очень плохо, даже думал менять машину на трактор. А сейчас вот есть надежда, что идут улучшения. После долгих лет ожиданий, наконец, сбудется мечта местных жителей. После того, как премарея объявила тендер, его выиграл один из частных подрядчиков Тераклии. Директор фирмы рассказал, что и сам раньше жил на этой улице и пообещал, что качество выполненных работ по ремонту дороги будет на самом высоком уровне. Первым делом займутся канализации, после чего начнут асфальтирование и бетонирование. 18 сантиметров будет щебня, два слоя будет асфальт, 6 крупнозернистых, получается 6 сантиметров, мелкозернистых будет 4 сантиметра. И с обеих сторон будут бордюры. Протяженность участка дороги более одного километра. Работы будут выполняться в соответствии с европейскими стандартами. На данный момент у нас работает 6 человек. Уже дальше мы будем смотреть по обстоятельствам, чтобы увеличивать количество людей в зависимости от работ. С инспекции на место приехал и примар Тараклии Вячеслав Лупов, который пообщался с жителями и подчеркнул, что это лишь начало инфраструктурных изменений в городе. Мы в прошлом году сделали несколько таких дорог. Продолжаем, идем по намеченному плану. В первую очередь надо сделать основные дороги. Это так называемый скелет города. Для того, чтобы и разгрузить его, и уже после этого можно будет делать прилегающие дороги. Работы планируют завершить за два месяца. Стоимость проекта превышает 2 миллиона леев. До сих пор, за два года, что у власти в Тараклии находится примар Вячеслав Лупов, в городе был отремонтирован ряд дорог, проведено современное уличное освещение, был открыт футбольный стадион и установлены уличные спортивные тренажеры. Продолжение следует...